Привет, друзья! Сегодня рисуем вот такого дракона. Как всегда, сложное рисуем через простое. Желаю вам приятного просмотра! Монтажная область размерами 2000 на 2000 пикселей создана. Методом перетаскивания поверх программы открываем папку, где содержится эскиз, и закидываем эскиз в программу. По размерам примерно попали, если что, с шифтом за любой из маркеров. Растровый объект выбран. Через меню «Объект», «Закрепить выделенное». Потом таким же образом раскрепляем либо палитрослои. Вот этот объект, их будет здесь больше, мы потому что на одном слое будем работать. Его просто разблокировать и удалить. Заблокировать можно здесь также. Итак, сложный объект, но мы рисуем его через простые. Начнем с «Толовища». Возьмем инструмент «Перо», клавиша «П» на клавиатуре, либо вот инструмент «Перо». Ставим точку в конце хвоста. В перегибе формы зажимаем левую клавишу мыши, рисуем какую-то вот такую линию, где-то здесь. Сейчас тоже сразу не стремитесь делать идеально. Заливку отключаем, прям в режиме «Пера». Здесь тоже можно потянуть манипулятор, и где-то вот здесь. Тянем манипулятор, эскейпом линию отрываем. Сделаем ее потолще, чтобы пока что нам видеть. И инструментом «Белая стрелка» либо клавиша «А» корректируем, чтобы у нас не было всяких разных заломов некрасивых. Ну, на самом деле, вот это удалим. Минус на клавиатуре, «Перо» минус, удаляем упорную точку. И будем рисовать через меньшее количество. Ну, и довести до ума можно потом. Мы сейчас добавим толщину по самому тонкому месту. Самое тонкое место у нас вот здесь. Друзья, мы думаем, что «Перо» минус мы удалим вот эту опорную точку. «Shift-C» инструмент, который находится в подборке «Опорная точка». Здесь вот вытянем манипулятор этим инструментом. И через меньшее количество точек у нас получится линия, которую мы ищем. По этому месту делаем толщину абриса. Пока равномерный абрис. Вот сколько нам нужно. Вот 40 пунктов. Также, друзья мои, в палитре «Обводка», если ее нет, находится меню «Окно», все палитры вот здесь. Можно выбрать указатель. В начале линия, стрелка. Но не скажу, что она получается сейчас красива в данном случае. Может быть, есть смысл ее просто отдельно нарисовать. Но имейте в виду, что здесь вот в начале и в конце есть указатель. Я не буду этого делать. Нарисую лучше вручную. Вот это, друзья мои, линия равномерная. То есть по всей длине она, в нашем случае, 40 пунктов. Но мы видим, что где-то толще, где-то тоньше. Инструмент. Ширина «Shift-V». И в любом месте, где нам это нужно, зажимаем левую клавишу мыши и растягиваем. Здесь нам сделать нужно тоньше. Вот таким образом. Причем можно вернуться, рисовать силуэт этой линии. Это пока абрис. Немножко позже мы превратим его в объект. Но пока оставим абрисом. Я вот так бы даже шею завела по месту. Я бы снова взяла инструмент «Ширина». И вот этих мест, где мы делаем толще, тоньше, может быть несколько, много. Мы можем эти линии переносить. Я думаю, друзья, мы на этом не будем долго останавливаться. Но в целом что-то похожее уже на правду. Правда, вот здесь надо, конечно, потолще сделать. Вот находим это местечко. И его расширяем до эскиза. Окей. Вы сами разберетесь в своем рисунке. Я двигаюсь дальше. Крыло хочу сделать сочетанием дуг. В подборке вот с этими инструментами есть инструмент «Дуга». Зажата левая клавиша мыши мы рисуем произвольную дугу. С «Шифтом» рисуем идеальной четвертиной круга. Сделаем потолще. И пока что цвет, чтобы видеть, например, красный. Как любой другой объект, черная стрелка подносим к угловому маркеру. Разворачиваем. Но на самом деле, может быть, здесь не нужно сохранять вот эту четвертину круга, чтобы идеально было. С «Альтом» продублируем. Потому что вот эту мы оставим на вот эти части. Дугу. Произвольно разворачивать можно без «Шифта». А вот с этой мы сейчас нарисуем вот эту линию. И делаем с заходом. Мы сейчас из разных линий сделаем единый контур. Нужно прям, чтобы понятнее было, окрасить их в разный цвет. Инструмент «Белая стрелка» клавиша A. Через две опорные точки вполне достаточно. Вот рисуем по эскизу. С «Альтом» дублируем. Разворачиваем. С «Шифтом» уменьшаем. С «Шифтом» если нужно сохранить пропорции. Выберем одну из розовых дуг. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. Отражаем по вертикали. Обязательно копировать. И это будет вот эта часть. С заходом на туловище. Пусть даже оно пока представлено абрисом. С «Альтом» дублируем. Уменьшаем. Если «Шифтом», то сохраняем пропорции. Клавиша A. Рисуем. Друзья мои, здесь лучше замкнуть. Показываю, что мы делаем. То есть это разные открытые контуры. Есть хороший инструмент, который называется «Соединение». В подборке вот с этими инструментами инструмент «Соединение». Видите, горячие клавиши не назначены. Обратите внимание, объекты не выбраны. И мы вот так зажимаем левую клавишу мыши, стираем концы линий. Тем самым получаем общий единый контур. То есть с помощью этого инструмента можно, конечно, нарисовать голову. То есть это будет дуга. Здесь будет… Давайте покажу сначала, а потом самостоятельно. Постараемся сделать так, чтобы рог был максимально самостоятельный. С «Шифтом» рисуем линию. С «Шифтом» для вот этих частей. Нужно немножко развернуть. И с «Шифтом» увеличить. Опять же, можно «Шифт» не держать, чтобы линия была произвольной. Потому что на эскизе у меня она произвольная похожа. С «Альтом» дублируем. Разворачиваем. С «Альтом» дублируем. С «Альтом» дублируем. Вот что-то такое. Для «Лба» тоже с «Альтом» можно продублировать. Тоже через две точки вполне достаточно. Здесь только нужно манипулятор вот так развернуть. А этот рисовать уже по месту. Снова инструмент соединения. Обрезаем хвосты. Сразу, друзья мои, коли мы здесь покажу, как нарисовать пламя. Возьмем просто дугу снова. Нарисуем произвольную дугу. И нарисуем вот эту линию. От начала пламени до конца. Два манипулятора вполне достаточно. Ну, какую-то красивую линию без заломов. Пусть даже она не идеально попадает под эскиз. Эта линия тоже равномерная. Но если мы посмотрим профиль линии, то есть возможность вот равномерно вот такую сделать. То есть из точки в точку через широкое место. И это широкое место мы зададим числом. Ну, тут порядка, наверное, 100 будет. Да. Это опять же профиль. Вы можете продолжить его корректировать. Как только вас все устраивает, можно, кстати говоря, про запас для вот этих деталек. Толщину подобрать только, ну, чтобы заново не рисовать 50, допустим. Как только вы закончили корректировать линию, объект выбран, абрис выбран, открытый контур, меню объект, разобрать оформление. И видите, огромное количество опорных точек. Давайте в режиме Ctrl-Y. Вот было вот так. Линия абриса, как ей, кстати говоря, туловище, стало объектом. Сократить число узлов через меню объект. Контур. Упростить. Здесь что есть? Здесь точность кривой. По умолчанию 50%. Поставьте обязательно просмотр. Если достаточно такого количества, в моем случае достаточно. Если что, по месту, по рисунку точность вы подбираете. Нажимаем ОК. Ctrl-Y. Выходим из этого режима. Ну и, конечно, можно уже в этом режиме, если есть желание, что-то корректировать, что-то дорисовывать. Я пока тоже этого делать не буду. Друзья, мои ножки нарисуем тоже, я думаю, что долгами. С шифтом. Обводка. Здесь шифт, наверное, лучше сохранить. То есть, чтобы это была четвертина. Увеличиваем с шифтом. И ставим по месту. Подбираем толщину. Вот по этому месту, по тонкому опять. А в этой части добавляем толщину. Инструмент. Ширина. Взяться прямо в край. И увеличить толщину. Можно немножко развернуть. Ну и на самом деле, вот эта часть точно такая же, только нам нужно в этом месте сделать ее потоньше. С альтом продублируем. Разворачиваю вниз. Сделаем другого цвета, чтобы видеть разницу. Нам стыковка здесь будет интересна. И важна. Попробуем методом подбора. 150, если я поставлю. 130. Да, вполне хорошо. Нужно немножко развернуть. Друзья мои, вот этот кусочек, это тоже маленькая дуга. По свойствам она будет вот такая. Из толстого в тонкое. Но толщина будет больше. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. Отразим по вертикали. Копировать. Ну, можно было не копировать, конечно же. И тоже сделаем пока другого цвета, чтобы видеть. Развернем по рисунку, как надо. И все-таки добавляем толщину. 50. Проверим. Друзья мои, здесь нужно сделать, что здесь нужно. Красный объект. Розовый тоже потом нужно взять. Я просто пока в приближенном масштабе покажу на двух объектов. Объект. Разобрать оформление. Снова объект. Даже не сняла выделение. Контур упростить. Тоже 50%. Я думаю, вполне хватит. Нажимаем ОК. И здесь можно разворотом голубого объекта поставить прям идеально точка в точку. на приближение. Так, друзья мои. Меню просмотр. Привязку к пикселю отключаем. Быстрый направляющий оставляем. Как раз на размер пикселя вот тут не дает привязаться. Ну и, друзья мои, если мы посмотрим в режиме Ctrl-Y два разных контура. Мы делаем единый контур. Тоже про запас. Можно вот этот объект с альтом продублировать. Взяли два объекта вместе. Палитра. Обработка контура. Если ее нет, находится и меню окно. Соединение. То есть получили единый контур. И то же самое с розовым объектом проделать. Слить. Ну, тут надо будет точки посмотреть. Тоже ровненько поставить. Ctrl-Y Отдаляюсь. Друзья мои, дам еще небольшие пояснения, чтобы урок не делать длиннющим. То же самое. Вот отрезок. Нарисовали линию. Чуть потолще сделаем ее. Пусть будет пока что голубая. Еще отрезок. Дуга. Произвольная пока что. Развернем. И поставим. Вот здесь по месту. Снимем всякое выделение. Инструмент соединения. Убираем хвосты. Чтобы потом сливать объекты, можно вот этот объект замкнуть. Объект выбран. Просто Ctrl-J и контур замыкается. Вот эту часть можно нарисовать, например, дугой. Но здесь дуга у нас будет вот каким-то таким образом решена. вот в этой части более-менее ровно. Здесь поднимается линия. Окончание линии скругленное. И подбираем толщину. Если устраивает, меню объект. Разобрать. Только обводку можно ставить. Нажимаем ОК. И сливаем. Берем с шифтом два объекта вместе. Слияние. То есть, друзья, мы таким образом, дорисовав морду и все остальное, создадите общий контур. Давайте я только закончу перед тем, как самостоятельно тоже буду делать. Закончим с туловищем. Инструмент ширина. Думаю, что где-то в этой части сделаем толще. Пусть даже по эскизу не идеально подходит. Ничего в этом страшного нет. Во-первых, эскиз это не истина в последней инстанции. Во-вторых, конечно же, всегда, когда мы рисуем в векторе, то что-то меняется. Вот. Вот так хорошо. Друзья мои, то же самое объект. Разобрать оформление. Объект. Контур. Упростить. 50% вполне достаточно. Нажимаем ОК. Если что, можно с помощью белой стрелки, с помощью перемещения опорных точек дорисовать силуэт, что прям он походил максимально на эскиз. Ну и, соответственно, стрелочку здесь нарисовали, например, набором ДОК. Убрали хвостики и слили. То же самое с головой. Друзья мои, основные моменты по рисованию формы я рассказала. Если вам интересно, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на каналы и соцсети школы, ссылка на них под этим видео. Встретимся немножко позже, чтобы поговорить о цвете. Перед тем, как мы двинемся дальше, хочу пригласить на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator. Все подробности по первой ссылке в описании. Итак, друзья мои, доработали общий контур туловища, слили лапки, отдельно крыло и я предлагаю сейчас, например, через палитру слои разблокировать нижний растровый объект, эскиз, и его пока с шифтом перенесем в сторону. Еще раз оценим к белому пространству качество наших силуэтов, чтобы все было хорошо, чтобы глаз нигде не цеплялся. Вот у меня заготовлен отдельный объект заготовлен, который будет обозначать вот эту часть на груди. Мы берем этот контур, давайте поближе покажу. С шифтом общую форму дракона, инструмент создания фигур, видите, у курсора сейчас плюс, но мы зажмем Alt, у курсора появляется минус, и мы вот эту часть отсекаем. Ну тут надо, вот видите, линия осталась, ее надо просто удалить. Таким же образом вы из абресов сделали объекты вот эти части, и тоже так же срезаем. Следующий момент. Взяли лапки вместе, Ctrl-C скопировали в буфер обмена, вот вы знаете, что Ctrl-Shift-V вставляет объект на то же самое место выше всех объектов. Обратите внимание, палитра слои, верхние объекты, они в буфере у нас, Ctrl-B, вставились объекты ниже, то есть не просто ниже всех, а ниже тех объектов, которые были в буфере. И нам надо этих два объекта утянуть, чтобы они были ниже всех, даже можно ниже растрового объекта. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка. Сейчас, может быть, это не наглядно, но на одном и том же месте стоят два объекта, одни верхние, вторые нижние. Также эти объекты остаются в буфере. Далее, друзья мои, нам нужно нарисовать линию, на которой стоит дракон. Для этого возьмем отрезок и с Shift-ом нарисуем отрезок. Вот здесь, да, передняя лапка, видите, низ у нее не очень ровный, поэтому чуть-чуть заведем выше, вот сюда. И так лежат друг на друге пары лап, и нам нужно их срезать по линии. Выделяем все вместе, то здесь пары лап друг на друге, здесь пары лап друг на друге, обязательно линию захватить. Инструмент создания фигур, зажимаем клавишу Alt и срезаем части, выходящие за линию. Теперь никуда ничего не смещаем, хотя потом, конечно, привязкой можно сработать. Двойной щелчок на ручке покажет монтажную область максимально крупно. Снова возьмем в буфер, скопируем, сейчас покажу для чего, Ctrl-C, ближние лапки, и теперь выбираем ближние лапки, выбираем туловище, делаем слияние. Либо палитра обработка контуров, либо инструмент создания фигур, зажав левую клавишу мыши, мы вот так объединяем линии. Так, друзья мои, кстати говоря, давайте в режиме Ctrl-Y объекты, которые обозначают дальние лапки, мы должны их немножко сместить. Вот эту сместим вперед, а вот эту сместим назад. Насколько тоже нужно смотреть. Ctrl-Y, выходим из режима. Может быть, есть смысл немножко их подвинуть, потому что вот некрасиво. Тут точка, тут какой-то маленький кусочек. Я думаю, страшно не будет, если мы попробуем сейчас. Чуть-чуть вот эту развернем. Вот так уже лучше гораздо. Ну и срежем, да? Абсолютно точно так же, как мы это сделали с ближними к нам лапами. То есть обращайте внимание, чтобы красивый вот здесь был кусочек, чтобы не было никаких мелочей. Ctrl-Y, отдаляемся. И то же самое с передней лапкой. Тоже, я думаю, что смысл есть немножко ее сделать пониже. Тут красиво надо, чтобы вот эти шпоры, да, выглядели и выглядывали. Даже так. Возьмем с шифтом дальние от нас лапки линию. Снова срежем с альтом выступающей части. Двойной щелчок на руке. Посмотрим на всю картину. То же самое нужно будет проделать с крылом, но в буфере у нас передние лапки были цельные. Поэтому Ctrl-Shift-V ставим их на это же самое место для того, чтобы нам вот эти части завести сюда. Давайте мы обозначим ближние к нам лапки. Цвет контура сделаем какой-то другой, например, зеленый. Разрежем ножницами, ну, примерно вот в этих частях. Берем инструмент ножницы, он находится в подборке с ластиком. точка, точка. Примерно здесь точку поставим. Здесь можно просто линия быть, поэтому разрезать можно вот по этой линии. Удалим ненужные части, вот эту часть, вот эту часть. Ну, здесь на самом деле у переднего объекта не нужно заливку. Заливку отменяем. И покажу, как можно, так скажем, декорировать. Можно, кстати говоря, вот эти кусочки тоже срезать ножницами. Как вообще, если будете делать, можно поработать с контуром. Можно сделать толщину линий. Знакомый вам уже инструмент ширина. Мы просто где-то добавляем толщину. Но это как-то надо закономерно. То есть, если где-то делаете, значит, делаете везде. Если не делаете, делайте равномерно. Я думаю, что я оставлю на самом деле равномерно. Просто не забывайте про этот инструмент. Ctrl-минус отдаляюсь. Поэтому в моем случае я уже сейчас сделаю единый цвет контура. И, друзья мои, по поводу цвета. Не буду этот урок затягивать. Есть дополнительный урок по выбору цветовой гаммы. Я уже это сделала за кадром. И для дракона я заготовила вот такую цветовую гамму. Работаем с этими новыми цветами как со стандартными. Выбираем объект. На переднем плане заливка мы даем цвет заливки. Если на переднем плане контур, то даем цвет контуру. Вот у меня будет либо черный, либо темно-темно-зеленый. Как, друзья мои, можно выбрать сразу все объекты одного качества. Вот, допустим, есть крыло. Оно какого-то конкретного цвета контура. Выделение по общему признаку с одинаковым цветом обводки. То есть выбираются все синие контуры, вот они на переднем плане. И я даю черный цвет. Ну, из моей палитры. Можно также пройтись по свойствам, например, толщины. Вот мне кажется, можно делать гораздо толще контур. Не забывайте о том, что фон также включать в работу можно. Также, может быть, вы будете использовать прозрачность. Вот, например, давайте мы туловищу дадим какой-то цвет заливки. Ну, допустим, вот такой серый. А дальние лапки можно как с ними поступить? Тоже такой же цвет дать. Но Ctrl-C Ctrl-F на это же самое место вставить над объектами, которые были в буфере. То есть сейчас вот то, что вставлено из буфера, они лежат над задними лапками. Дать, например, такой же цвет заливки, но дать прозрачность. Допустим, 50%. Дальние лапки уже у нас с прозрачностью. И, друзья, мы таким образом доработайте форму дракона, дайте ему какие-то цвета. Возможно, у вас появятся дополнительные элементы. Я тоже про это сейчас сяду и подумаю самостоятельно. Не забывайте о том, что свои работы скидывайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее под этим видео. Там есть специальный альбом и беседа, где мы обсуждаем ваши работы. Очень интересный опыт, поэтому подписывайтесь, участвуйте. А мы встретимся, чтобы обсудить итоговый вариант дракона. Не забудьте поставить лайк. Увидимся. Вот что в итоге получилось. Признаюсь, честно, долго доводила до ума, но очень довольна результатом. Жду и ваших дракончиков в группе ВКонтакте, либо отмечайте школу в Инстаграме. Ссылки на соцсети под видео. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк. Спасибо за внимание. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok